Привет-привет, с вами Алена, и сегодня у нас в гостях молодой человек, который является зрителем моего YouTube канала и пришел за помощью. Дело в том, что у него, как вы, наверное, уже успели заметить, практически на всех ногтях есть тенденция к вырастанию, и причина здесь очень банальна. Он неправильно подстригает ногти, плюс влажная стопа, ну, понятное дело, переходный возраст, в общем, пришли они с мамой к нам за помощью, за работой. Кстати говоря, как всегда, мастер Елена. Мы немножко пропустим моменты с промежуточной тампонадой и промыванием раны, потому что показывали их неоднократно. А внимание я бы хотела уделить тому, что случай, на самом деле, очень сложный, то есть один из самых сложных врастающих ногтей в нашей практике, потому что все это зашло очень глубоко и очень далеко. До этого были уже хирургические удаления части ногтевой пластины, но молодой человек и его мама разочарованы тем нюансом, что после того, как хирург поработал, проблема возвращается через какое-то время. И тут это очень логично и совсем не мудрено, ведь хирург просто снимает симптоматику вросшего ногтя разово и не работает дальше. Я не хочу сказать, что вот не ходите к хирургу, ходите только к подолгому. Вы вправе идти, куда считаете нужным, и делать то, что подсказывает вам душа или разум, если хотите. Но хочу обратить внимание на то, что к проблеме нужно подходить комплексно. И если началось врастание ногтя, то точно есть какие-то причины. И самое главное, что нужно сделать, это найти их и устранить. А сейчас вы наблюдаете этот здоровый кусок, который там находился в мясе и, естественно, причинял молодому человеку жуткий дискомфорт. То есть он два месяца мучился с этим воспалением, купил уже обувь на размер с чем-то больше, прикладывал титанические усилия по востриганию. И, конечно, у него не получалось, потому что мы видим, что валики достаточно пышные, кожа влажная. В общем, тут конца и края этому нет. Единственный способ решить эту проблему, это сначала остановить воспалительный процесс путем излечения вот этого самого осколка. И потом установить коррекционную систему и, конечно, наблюдать. Обязательно посещать подолога, обрабатывать правильно, следить за состоянием ногтей. Конечно, со временем влажность стопы пройдет, пальчики не будут так палеть и потеть, точнее, заговариваясь уже. И все будет хорошо. Просто нужно этим заниматься. И главное, никакой самодеятельности по подстриганию. Потому что на всех остальных, вы можете обратить внимание, они кругленькие и уже такие утопленные. То есть там все впереди и все будет, если продолжать в том же духе. А нашему герою давайте пожелаем скорейшего выздоровления, поправления и поставим ему титановую ниточку или тритооскобу в зависимости от того, что же там будет. Ну а с вами была Алена. Пока-пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок